У меня было возбуждено уголовное дело, и уже на протяжении пяти лет ситуация никаким образом не решается, следствие проходит только с обвинительным уклоном, никаких действий не предпринимается, чтобы услышать меня, принять какие-то материалы к тому, что опровергнет мою причастность к данным преступлениям, все идет в закрытом помещении, в закрытом полностью от меня отношении, в суде та же самая ситуация продолжается, никаких на меня не обращают внимания никакого отношения, я стал один с этой проблемой, куда бы я ни жаловался, дисциплинарная комиссия, генеральная прокуратура, прокуратура области, прокуратура городская. Результат... В этом сотрудник банка по фамилии Кобыльник Любовь, которая у истоков стояла работы магазина, моего павильона, в котором она хорошо знала устройство магазина, порядок магазина, и была знакома близко, у первых знакомств, даже она подтверждает в своих материалах, что она была знакома в первую очередь, она нашла среди своих сокурсниц девушку, в будущем работник банка, Надежду Бянову, которая, которую под предлогом тем, что она будет ее обучать, привела ее в приватбанк. Тем самым она там создала такие условия, что она ее не обучала, а в дальнейшем она ее просто подставила, и все кредиты, которые были взяты на моей торговой точке, а их было всего оформлено 530, из них 18, которые не платят. И она ее фактически подставила, она ее подставила, подставила однозначно, потому что я выгоден для правоохранительных органов, я заработал имущество, и у меня есть какой-то капитал, который я заработал честным трудом, и тем самым для правоохранительных органов я выгодная персона, потому что проще всегда найти предпринимателя и его разобраться в материалах уголовного дела, там чудовищные ошибки, которые недопустимы для любого уголовного дела, как приостановление, когда-то, там такое ощущение, что любой человек может прийти в городское управление, взять материалы и начать расследовать, понимаете? Поэтому, ну, абсурдное вид, задержание, повторное задержание у меня было, когда меня задержали и подняли, допросили и тут же меня опустили в уголовное дело, я, честно говоря, не знал, что такая схема действует. Вот смотря это, вот да, когда я начал разбираться по материалам дела, да, действует такая группа, и которая, и хочу добавить, что она остается безнаказанной. Это они работают вместе с милицией, с прокуратурой, и даже с судьями, которые вместе работают и потом дальше выходят сухими ослабленными. Уважаемые друзья, мы начинаем нашу пресс-конференцию «Правоохранительные органы Одессы как захватчики собственности законопослушных предпринимателей». Я хочу представить участников нашей пресс-конференции Александра Вязанова, предприниматель, Надежда Бянова, менеджер Приватбанка, экс-менеджер Приватбанка, и Игорь Нечаев, общественный правозащитник, эксперт в области права. Я хочу прочитать небольшую выдержку из Конституции Украины. Статья 42. «Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом». Именно на основании статьи 42 Конституции Украины молодой предприниматель Александр Герезанов, окончивший Одесский институт инженеров морского флота, окончивший его с красным дипломом, занялся предпринимательской деятельностью с одной целью – увеличить доход своей страны, увеличить свой доход и развивать наше общество по новым европейским и демократическим центрам. Но что произошло с ним впоследствии, уже его занятия этой деятельностью предпринимательства, он сейчас расскажет. Пожалуйста, Александр. С 99-го года я организовал свое предприятие по розничной торговле мобильных телефонов и операторов, а также карточек пополнения счета и аксессуаров. За всю свою деятельность, а именно сроком 16 лет, я исправно платил налоги, создавал рабочие места, тем самым создавал вклад в экономику Украины. Но, соответственно, в нашей стране, как показывает практика, это те вещи, которые не сочетаются с нормальными вещами любого государства, которое направлен на развитие, а не на ликвидацию предпринимателей. На протяжении уже 5 лет я пытаюсь как-то эту, можно сказать, функцию, как является любым государством, и важной функцией любого государства является подсуществление правосудия, что неприемлемо в данной ситуации именно конкретно нашему государству и нашему здесь приоритетам, которые сложились. Я бьюсь, пятый год, и нулевой результат, нулевой результат относительно всех документов. Вот передо мной лежат огромное количество документов, ходатайств, объяснений, дополнений, которые, ну, по большому счету, как вода в песок. И всем этим ложится именно глыбок, именно прокуратура, которая любыми путями, любыми способами готова уйти от этого всего, уйти от этих фактов, от этих всех материалов, собранных мной. Ну, на протяжении всего длительного времени я сумел добиться, а именно это 16 лет, это допропорядочной репутации среди банков, а именно допропорядочной информации среди предпринимателей. Сейчас я хочу предоставить слово Надежде Бьяновой, экс-менеджеру Приватбанка, которая в 2007 году начала работать с молодым предпринимателем Александром Гризановым. Пожалуйста, Надежда. В 2006 году, будучи студенткой в Христианском интерно-экономическом университете, я познакомилась с Кобыльницей Боевой Валерьевной, которая в дальнейшем помогла мне трудоустроиться в Приватбанк, и которая являлась наставником в работе и стажировке в банке. В 2007 году при трудоустройстве в январе месяце я попала на точку к Гризанову Александру Владимировичу, где я в дальнейшем не работала и происходило оформление кредитов. Моя обязанность исходила производить визуальную проверку документов, заполнение анкеты данных, которые предоставляли клиенты, вносить данные в ПК, направлять запрос в кредитный центр, где происходилась обработка данных клиентов и проводился анализ клиента, где кредитный центр сам и проводил проверку заемщика, принимал решение о выдаче либо отказе кредита. Я не была распорядителем кредитных денежных средств Приватбанка, этим занимался только кредитный центр. В 2006 году рынок мобильной связи достиг нового уровня, а уровня как доступ был возможность экспресс-рассрочки. И как любой предприниматель, законы рынка и законы конкуренции меня просто заставили выбрать новое направление в этой деятельности. Я пригласил на работу к себе два банка, это был Дельтабанк и Приватбанк. Так как у меня была не одна торговая точка, у меня была возможность разместить в двух отделениях два представительства банка. Соответственно, одной из точек, это был рынок Людмила, моя торговая точка, я разместил там Приватбанк. За целый год работы с Приватбанком я оформил 530 мобильных телефонов. Из них 18 телефонов за год работы по непонятным мне причинам не были выплачены. Вследствие чего для милиции это стало основанием для возбуждения уголовного дела и привлечения меня к данной ответственности. К уголовной ответственности. Да, все правильно. Между мной и Приватбанком был договор заключен, который несет название договора с Пивправе, договор сотрудничества. В этом договоре я полностью ознакомившись, я не нашел ни одного пункта, что Приватбанк меня наделил какими-то полномочиями или какой-то информацией относительно условий оформления кредита, а также не наделил никакими полномочиями относительно того, что я должен проверять всех клиентов. И выдача мобильных телефонов была только по согласию Приватбанка. Соответственно, за год работы с Приватбанком Приватбанк выразил мне благодарность за плодотворную работу. Я вот могу показать. В печати со всеми, как положено. Также хочу обратить внимание на еще один факт, что был заключен договор с Дельтабанком, вот я его тоже показывал, в котором говорится о том, что у меня тоже была трудовая деятельность. И обратившись в Дельтабанк, у меня есть бумага, где я обращался, Дельтабанк не представляет никаких ко мне претензий относительно того, что у меня были какие-то кредиты, оформленные мошенническим путем. А сейчас я хочу передать слово Игоря Мечаеву, экс-заместительный начальника УБО по Дельской области, подполковнику милиции в Остатке, а ныне активисту гражданского движения, который проводил общественно-правовую экспертизу вот тем материалом, который предоставил Александр Грязанов. Пожалуйста, Игорь Викторович. Александр, когда вам стало известно или когда вы получили уведомление о возбуждении в отношении вас с уголовного дела? Это было, во-первых, меня уведомил по телефону следователь Денева, которая меня пригласила на первую дату 26 июля к трем часам. Я явился на эту дату, но по каким-то непонятным причинам у нас не состоялась встреча. Следующую встречу она переложила на 7 июля 2007 года. Соответственно, мое выдержание было, знаете, похоже, как на ограбление на улице. Вы мне подскажите, вы письменное уведомление получили? Нет, я не получал никакого уведомления письменного, все было. Я явился по первому углу. То есть, то, что предусмотрено на 98-й статье УПК Украины, о немедленном уведомлении лица, в отношении которого возбуждено уголовное было дело, не было из него? Не было, не было. Однозначно не было, просто были повестки, которые я нашел в материалах уголовного дела, которые были просто вложены, но я никаких повесток наручных не получал. Я не расписывался ни в одной повестке, которую меня приглашало в следственное управление. Но я могу показать повестки, которые дошли все-таки до моего адреса. И, как я считаю, для любого уголовного отдела являются вопиющими свидетельствами их фальсификаций. Первая повестка была не явиться нужно было в Суворовске и райотдел милиции. А следователь исполнял обязанности городского управления. Обращу Ваше внимание. То есть, у Вас следствие велось в городском управлении? Да, у меня выделили заблуждение для того, чтобы мне изменить меру пресечения, чтобы у них были основания. А если повестка приходила, то она приходила гораздо позже, назначенной датой, которая должна была быть назначена. Знакомое дело. Вы скажите, пожалуйста, когда Вы допрашивались в качестве кого? В качестве свидетеля? В качестве подозреваемого? Смотрите, при моем задержании во-первых, меня не допрашивают. Я был без адвоката. И меня просто задержали. И спустя трое суток следователь меня поднял с изолятора ИВС. Допросила. И повторно задержала. Следующее, когда меня, получается, я вышел из изолятора, это было, меня отвезли на санкцию в Приморский суд, к судье Иванову. Согласно действующему Уголовного процессуального кодекса, это был кодекс 1960 года, то он предусматривает задержание лица в соответствии с статьей 115 на основе 106 статьи на трое суток. После суд, прежде всего, должен следователь допросить подозреваемого лица в совершении преступления в течение 24 часов предъявить ему обвинение с участием непосредственно адвоката. Подозреваемый также допрашивается с участием адвоката. Вот мы сейчас видим, какие нарушения действуют, какие преступления против правосудия совершаются в отношении гражданина предпринимателя Александра. Продолжайте дальше. В момент задержания меня удивила одна какая-то вещь. Почему следователи проводили фотофиксацию под видом рабочих будней? Не помню. Они фотографировались, тем самым оставить на память себе фотографии, что они работали в какой-то период времени. Было такое то. В дальнейшем, когда меня освободили в суде Приморского суда, я столкнулся с новыми проблемами. Когда в момент нового задержания у меня было наглым образом отнято свидетельство о регистрации транспортного средства и два мобильных телефона. Можно еще я перерву вас? Скажите, пожалуйста, постановление о задержании у вас в качестве подозреваемого вам копию этого постановления вручали или нет? Нет, конечно. Меня же доставили в изоляторе. Дождите, вот ИВС у вас в изоляторе, который на Советской Армии 44. Протокол обыска вам делали, вас копию давали этого? Нет, я ничего на руки не получил. Ваша подпись в подлиннике постановления о вашем задержании имеется или нет? Вы где-то расписывали? Ну, расписывалась. Там, наверное, была такая надпись копию получил. Получали вы именно копию или нет? Я расписался, но получать я не получал я. Потому что вариантов не было. То есть вас дважды задержали по трое суток и дважды оформляли как протоколом задержания. Помните вы это или не помните? Помню. Протоколом задержания? Да. Я могу даже показать, где в материалах дела, на какой странице указано это задержание повторное. Имеется первое задержание и повторное задержание. Два задержания были одновременно. И в материалах дела? И в материалах дела есть. Основание для повторного задержания какое было? Ну, ни причины неизвестны. Следователь со слов сказала, что это указание прокурора. Указание прокурора? Да. А прокуратура у нас должна осуществлять надзор над досудебным следствием и пересекать все правонарушения, которые имеются в нарушении уголовно-профессиональных законодательств, независимо от кого бы то они не исходили. Статья 25 ЛПК УКИ. Вы видели, вот после тех действий, которые совершала следователь, что против вас идет какое-то нарушение закона. Вы знали законодательство на тот момент или чувствовали это интуитивно? Были с вашей стороны обращения в прокуратуру города или области о том, что против вас совершаются преступления должностными лицами следственного управления города? Да, конечно, я чувствовал это и у меня какой-то уровень багаж знаний есть относительно правомерности действий сотрудников правоохранительных органов. Я неоднократно обращался с жалобами в прокуратуру, в управление внутренней безопасностью милиции, также в городскую и областную прокуратуру. Но мои все жалобы были оставлены без внимания, как бы все квитанции, все есть, копии, все присутствует у меня в деле. Ответы вы получали? Ответы я получал, но они были относительно того, что это были ответы, что не выявлено, не замечено, не установлено. Больше ответов я не получал относительно другого характера. Сколько времени длилось следствие? До судебное следствие по срокам проходило 8 месяцев с момента того, как меня задержали. Но когда я начал разбираться с материалами, то у следователя по срокам, если разобраться, у нее она получила только один месяц на наследование данного дела. Но первая передача это была у нее 03-м числом 2010-го года, когда следствие было закончено, где она пригласила на ознакомление с материалами уголовного дела. На протяжении всего этого времени я пытался каким-то образом повлиять на следствие и потому что у подозреваемых его доказательством по закону, как закон нам говорит, его доказательством является это его объяснение, документы, показания свидетелей. На что мне во всех случаях было отказано. И именно возврате моего имущества и возврате личных вещей. Тем самым на протяжении 8 месяцев следователь меня нагло и дерзко игнорировал, попирая мое право на защиту. Я три раза являлся, чем есть явным подтверждением, это оставленные были мои подписи, когда я пересекал проходное городского управления милиции. Сколько длилось судебное следствие? Дело передано было в суд, какой суд рассматривает и сколько времени уже идет судебное следствие? Получается, была первая передача дела в суд, это было в 2010 году, но его вернули обратно по причине там был есть еще один такой обвиняемый, это Бритин с фамилией, который был уже возбужденное уголовное дело в Приморском суде по Дельта-банку, где его осудили. И в результате чего дело вернули на объединение. Второе попадало дело, когда дело передали в суд, это был 2011 год. С 2011 года это было, это слушание длилось по сегодняшний день, в общем получается два с половиной года. В каком суде и кто рассматривает Ваше дело? Дело рассматривают в Киевском районном суде, рассматривает дело судья Иванчук Вадим Николаевич, и обвинение представляет следственный прокурор городского городской прокуратуры Косик Вадим Место шло до судебного следствия. Видели ли вы материалы в дело продления до судебного следствия, заверенное и утвержденное прокурорскими работниками и прокурором города? Нет, подобного еще не было. Следователь от первого следователя Бабака и Шаповала второго, а следователь Денева это уже третий следователь, получил это уголовное дело, где уже два месяца было расследование. Значит, материалы тела, кроме того, как дело приостанавливалось и даже вот там были обвиняемые это Маслов, Бритвин и Куликов. Вот у Маслова он был постоянно болен и находился на амбулаторном лечении, где следователь является наделена дополнительными функциями и должна предоставлять только проверенную информацию, так как следователь это была. Но следователь не удосужил в действительности болел ли Маслов. У него просто были написаны заявления о том, что он болеет и находится на амбулаторном лечении. И тем самым это послужило фактами для приостановления досудебного следствия. Надежда, подскажите, Вы тоже применяли меру пресечения задержания? Да, 19 мая 2009 года мне применили меру пресечения и задержали на трое суток в Приморском суде. Субавленный лист отдела 2102, томом 2-го. Следователь шиповал свое осуществляет задержание данного НВС, то есть 19.05.2009 года. При этом в уведомлении о задержании составленном на имя прокурора города Одессы указывает, что мотивом задержания меня является предотвращение попытки уклониться от следствия согласно статисту 6-й и 15-й УК Украины. Мотивы для задержания как понятие отсутствуют и тем самым не могут учитываться. Статья 16-я УК Украина не предусматривает как одно из оснований для задержания предотвращения попытки уклониться от следствия. Тем самым оснований для задержания меня ушибовал не было и задержание является незаконным. Надежда, ваше задержание происходило по решению Приморского районного суда. На данный момент у вас был защитник, который был в процессе вашего судебного дела? Да, в процессе судебного был защитник. В момент принятия решения Приморским районным суда защитник присутствовал на судебном заседании? Присутствовал на судебном заседании. Надежда, вам применяли меру пресечения, если когда и на основании чего? Следователь Шаповал применял меру пресечения 19 мая 2009 года. До этого мера пресечения следователем Бабак. Какая? Подписка не выявила. А на основании чего было принято решение меры пресечения задержания? На основании того, что якобы было предотвращение попытки уклониться от следствия. Вы меняли место жительства? Нет, я не меняла место жительства. Вы не являлись по повестке в милицию, в следственные органы? Все время являлись по повестке, по вызову, так как вызывали все время точно, никогда не отклонялось. Вы оказывали какое-то встрече со свидетелями по делу, мешали выяснению истины по делу? Нет, такого не было. Все было по закону и никаких противодействий не было. Вы пытались противодействовать выполнению решения следователя? Нет, не было. Не произошло. Не произошло. Санкционарис получили или нет? Нет. Кто принимал решение? Кто принимал? Суд принимал или следователь? о задержании? Нет, после задержания. Суд принимал решение? Точно суд? Или сам следователь? Следователь принимал решение о задержании, а суд уже выносил решение о том, чтобы отпустить меня на подписку вывези, так и остались на подписке? Так и опасно по-моему. Скажите, пожалуйста, что значит задержали вас? Задерживали, закрывали камеру в ИВС на трое суток. Где эта ИВС находится? На Преображенской. 44, да? А какие условия там? Не очень приятные условия. Вы там одни были в камере или сколько вас там было? Нет, у нас в камере было задержано. Что дальше было? Как шло судебное следствие? Следствие судебное шло закрытыми дверями. Следователь Дениова уговорила обвиняемого Маслова о том, чтобы он отказался со мной от очных ставок. Соответственно, не провела никаких следственных действий. То есть это досудебное следствие? Это досудебное следствие, да. То есть подтверждающих доказательств по вашему соучастию в преступлениях Маслова никаких нет? Нет. Ни свидетель Кобыльников ссылается следственно на важного такого свидетеля, ни обвиняемый Маслов, ни Бритвин, ни Куликов, ни одного следственного действия со мной не было проведено. Кроме экспертиз, которые назначены были на одни даты, а экспертиза была проведена еще неизвестно когда вот все следствие. Такое ощущение давалось, что следователь чем больше изобретет каких-то выдуманных документов, тем весомее будет данное проходить следствие. Скажи, пожалуйста, а в чем вас обвиняют? Меня обвиняют в том, что я являлся пособником в выдаче вот этих 18 мобильных телефонов в кредит. Что я именно пособничал, создал условия для того, чтобы они получили данные. Вас обвиняют в преступлениях 190 и 191. Это мошенничество и присвоение денежных средств. Кого вы, где вы злоупотребили, доверили или кого-либо обманули? Я никого не обманул и нигде не злоупотребил. В первую очередь клиенты, приходящие в магазин, были сперва клиентами банка, которых по их системе внутренней, их проверили, удостоверились в подлинности их документов. Соответственно, после этого дали им кредит. И после этой стадии эти клиенты стали моими клиентами. И даже я не имел возможности, хочу обратить внимание, выбирать этого клиента, потому что банк автоматом выдал эти деньги. Понимаете? Поэтому пособничество... А лица, которые не возвратили кредит банка, говорят, что они у вас получили какое-то пособничество в этом деле? Ну, идея этого уголовного дела лежит в том, что они выносят материал уголовного дела, что я якобы выдавал деньги. Но это тоже абсурдная вещь, так как деньги выдавать за мобильные телефоны для меня как бы не являлось рентабельным. Это в первую очередь. Пожалуйста, на чем обосновывается доказательство, имеется ли в деле доказательство непосредственно вашей вины в инкриминируемых преступлениях, а именно мошенничестве и присвоении денежных средств? Вы знаете, все материалы основаны на выдумке, догадке и надуманном искусственных доказательств, которые они не инкриминируют. Значит, ни факта, ни единого факта, подтвержденного, что я общался с кем-то с ним. Хотя у следствия пролежали 8 месяцев мои мобильные телефоны, где они могли спокойно установить какое-то отношение. Но следствие этого не сделало, потому что этого нет. Протоколы очных ставок присутствовали вы на очных ставках? Я, как уже ранее говорил, ни одной очной ставки не было, так как Маслов отказался на засудебном следствии от адвоката по непонятной мне причине. Представьте себе, уровень этой безответственности следователя, которая убедила подсудимого отказаться, не провести следственных действий, а не фактически в закрытом кабинете она написала это уголовное дело по шаблону. Но я могу это расценить только как искусственное создание доказательств путем фальсификации и на основании показаний Маслова очернить всех и представить обвинение созданное искусство только лишь на показаниях одного Маслова, которое на сегодняшний день предъявляется и инкриминируется как Александру, так и Надежу. Александр, я хочу обратиться к вам с вопросом. Вы имеете, как любой гражданин, право на судебную защиту, также имеете право на защиту адвокатов в досудебном, судебном следствии. Сколько адвокатов было у вас и удовлетворены ли вы их деятелями? Пожалуйста, что вы хотите? Сосчитать очень сложно это количество, но около семи у меня было адвокатов, которые в любом случае предпринимали мнение следователя и поэтому мне пришлось отказаться от них по причине того, что невозможно просто находиться с такими людьми, которые как бы по уставу адвоката он должен осуществлять защиту, непримиримую защиту от меняемого. Поэтому мне пришлось отказаться от адвоката последнего и судом, несмотря на неоднократные мои отказы от адвоката, судом был не назначен адвокат хитрый Александр, который приходит в суд просто могу сказать для галочки, больше ничего. И все его слова это я согласен с судом, я согласен со всем, никакой защиты он мне не осуществляет и не осуществлял ни разу. И я откровенно могу заявить полностью, уверенностью за свои слова, что пользы никакой он мне не принесет. Гонорары мы ему платили? Мехитаряна? Нет, я ему ничего не платил и договора с ним никакой не заключил. Поэтому я считаю, что адвоката он не нет. Я защищаю свои права сам. Сколько вы от надежды было? На судебном следствии было двое адвокатов и на следствии уже на судебном следствии один адвокат. Вы удовлетворительной работой их по защите ваших прав и интересов? Их работа я не удовлетворена, так как мы не слышались во мнениях адвокатами о работе следствия и судов. То есть вы стал ли адвокат на сторону обвинения или он защищал непосредственно ваши интересы вашу позицию в судебном заседании? Нет больше адвокатов конечно сходились на сторону обвинений и принимались только как бы желанием решать вопросы в суде? Решать вы понимаете по что я говорю? Именно такими фразами или переводить на расчетный счет или дайте мне чек такие предложения нет такого не было сколько шло следствия судебное? 2 года ровно адвокаты могут сказать что мы в принципе выполнили свою деятельность как адвокатскую как положено по закону мы писали готовили ходатайство обращение жалобы покажут пакет документов есть ли такие документы которые они предоставляли в судебном заседании либо следствие о том что были нарушены какие-то процессуальные нормы нарушены действия со стороны следствия прокуратуры суда были ли такие документы вообще со стороны адвокатов подготовлены в вашем деле? По поводу заявлений ходатайства со стороны адвокатов не было они не ознакомились с материалами уголовного дела также они не работали по нему не было ни ходатайства ни заявлений И жаловала. Ничего не было. Никак не готовились к судебным заседаниям. То есть они только присутствовали? Да. Они только присутствовали на судебных заседаниях. Никаких инициативных не сторонников. Лизандр, сколько у вас было заявлений о ходатайстве возбужденных непосредственно адвокатом защитников? В целом могу так сказать откровенно и честно. Все ходатайства, которые лежат на столе, все перечисленные, переведенные, это все были ходатайства составлены мной. И мной полны только через канцелярию. Я подчеркиваю, только через канцелярию, потому что у предыдущего следователя, ой, следователя, адвоката, у них был принцип подавать все какие-то заявления о ходатайстве не через канцелярию, а через секретаря. Поэтому меня это сильно насторажило, потому что я понимал, что здесь идет игра против меня, против, соответственно, Бяновой, когда мы проявляли какую-то позицию, давайте мы что-то будем делать, давайте мы будем какую-то позицию свою выстраивать, для того, чтобы справедливость восторжествовала. А взамен мы получали только отрицательную информацию. Игорь Викторович, я хочу обратиться к Вам. Вот мы услышали работу, оценку работы адвокатов, и как бы Вы прокомментировали, это единичный случай, либо это система неработы сегодняшней адвокатуры Одесской области? Это именно система, которая в настоящее время полностью действует в областной коллегии адвокатов Одесской области. Дело в том, что или за незнание своих обязанностей, согласно закону Украины, об адвокатуре, или слабым, скорее всего это тоже есть, слабым знанием, неглубоких знания уголовного процесса, уголовного законодательства, адвокатская деятельность по защите прав, интересов гражданина в судебном и на судебной стадии крайне неудовлетворительна. Чаще всего, и как нам здесь подтверждают, что они приходят в суд, присутствуют, или привыкли решать вопросы непосредственно с председательством судей, об изменении меры наказания, об наложении ареста или освобожении ареста. То есть те функции и прав, которые возложены, и применение этих прав возложены как в нас до судебное следствие, так и судебное следствие. Игорь Викторович, скажите, а не стало ли это действительно системой, после того, как был введен новый уголовный кодекс, уголовно-профессиональный кодекс в Украине, где ведение защиты подсудимого или представлять интересы уже не может представитель общественной организации или другой правозащитной организации, которая бы представляла интересы своего подзащитного, а сегодня защищает наши только адвокаты, если это делать бы то в уголовном производстве. Не стало ли это действительно со стороны нашего законодателя таким способом создания новой системы, еще одной коррупционной в обществе, как адвокатура? Она как раз входит в ту коррупционную схему, которая действует на сегодняшний день в правоохранительных органах. Как до принятия нового уголовного процессуального кодекса в 2012 году, так и старого. Только здесь статус этого адвоката поднялся немного выше, поскольку никто не имеет права сейчас, кроме адвокатской лицензии, ослёт защиту в уголовном судопроизводстве. И поэтому адвокат выступает обычно как на досудебном следствии, так и судебном следствии на стороне обвинения. Малый, крайне незначительный процент допорядочных адвокатов, которые выполняют свои обязанности добросовестно и соблюдают закон об адвокатской деятельности. Но на сегодняшний день есть уже случаи, есть уже практика, когда подозреваемый или бывший обвиняемый обращается в коллегию адвокатов в дисциплинарную палату, где применяются и должны применяться к таким вот адвокатам, которые не осуществляют свою деятельность, а привыкли только лишь решать вопросы в суде именно на основе взятых. А скажите, пожалуйста, об этом не знает руководство, об этой системе работы адвокатов в Одесской области, не знает руководство одесской коллегии адвокатов? Ну, я уверен, что знает. Это такое явление, которого не может остаться, это уже в народе ходит повсеместно, что адвокат, представляя собой посредством адвоката, разрешаются все вопросы судья. То есть он передачит вознаграждение от обвиняемого, от подозреваемого, от ИСА или ответчика непосредственно судить. Вот его функции, вот возложили на адвоката функции. И в никаком верховенстве права, в никаком принципов судопроизводства, везде речи не идет. Здесь адвокат выполняет только лишь функцию перед датчиком. То, что мы услышали сейчас от вас, мы видим, что нарушались ваши права, конституционные права и гарантии, которые существуют на Украине. У нас есть такой орган правоохранительный, как прокуратура, который обязан следить за соблюдением законности, независимо от тех лиц, которые совершают нарушение законодательства. В том числе они надбирают за деятельностью как следствия, так и работы судов, которые выносят, если выносят, не дай Бог, конечно, неправосудное решение. Но случается и такое у нас в практике. Какую оценку вы можете дать прокуратуре города или области, или района, куда вы обращались, так как у вас есть государственный обвинитель, человек, который, в принципе, обвиняет вас с одной стороны, со стороны государства, но с другой стороны, государство его наделило функцией соблюдения законности и контролирования, соблюдения законности со стороны должностной инфекции. Вы знаете, сколько я обращался в прокуратуру, сколько я писал жалоб, сколько я писал обращений, и все они оставлены без рассмотрения. Я просто, честно говоря, дико возмущен работой прокуратуры и отдельными ее работниками, а именно Косиком Владленом, который на всем этапе, изначально, от первой жалобы, которую я ему принес лично и передал в руки, никакого результата не было проведено им. Хотя в законном он говорит, что прокуратура наделена полномочиями контролировать законность действия милиции и законность всех субъектов. Но мало того, что даже в судебном следствии, а именно, вернее, судебном следствии, прокурор Косик пришел вопиющим вообще фактом к судье о том, что он пытался мне изменить меру пресечения. И этому факту стали свидетели и Бянова, и адвокаты под предлогом, что я пытался подкупить каких-то обвиняемых, чтобы они дали в мою пользу... Он предоставил какие-то... Нет, ни одного факта не предоставил. И вот в этот момент я понадеялся о том, что когда судья сказал, есть ли у вас факты, я вот в тот момент, у меня появилась надежда о том, что рассмотрение будет иметь законный характер. Но Косик фактов никаких не предоставил, кроме слов, как вот, ну, на уровне сплетен, и больше ничего. Это были его домыслы, догадки, и желаемое выдать за действительность. Ничего у него не было, ничего он подтвердить не мог. Поэтому, я не знаю, красивое название прокуратура и все, что написано в ней, она далека от той реальности, которая есть на самом деле. Я хочу уточнить, это было возбуждено ходатайство, он зачитал это ходатайство, или он просто обратился в прокурору с устным ходатайством, по поводу изменения меры вашей пресечения. Это было, знаете, обращено в устной форме у судьи в кабинете, в коридоре. Никакого ходатайства не было, ни подобных, ничего не было. Я оценил это, как оказание повторного давления на меня на протяжении всего времени. Потому что я изначально, в последствии, я занял активную позицию действенного, позицию как действенного участника всего этого процесса. И пытался каким-то любым образом довести до сути действительную ситуацию. Тем самым, вот изъятие на 8 месяцев технического свидетельства о регистрации двух мобильных телефонов, прокурор Косик, я считаю, по моему мнению, осознанно не принимает во внимание все вот эти чудовищные нарушения по уголовному делу, которые являются для каждого уголовного дела недопустимыми фактами. И скрывает это все происходящее для того, чтобы придать этому делу законность. Считаю, что данных деяний, которые мне инкриминированы, я их не совершал. Все показания, которые собраны по этому делу, являются искусственно собранными и не имеют никакого юридического подтверждения тем деяниям, которые мне инкриминируются. Александром были предоставлены исчерпывающие материалы для изучения и дачи правовой характеристики по настоящему уголовному делу и судебному производству, который сейчас идет в Киевском районном суде города Одесса. Из этих материалов копии решений, копии протоколов допросов, обвинительного заключения, постановления, предъявления обвинения, повесток даже, здесь четко и ясно усматривается, что прокурорский надзор, который был положен, который полагается вести на всех стадиях судебного производства, отсутствует. Это как на досудебном следствии, так и на судебном следствии. Кроме всего. И задача прокуратуры, согласно закону Украины о прокуратуре, предусматривает обеспечение выполнения законов, которые действуют в нашем государстве, и обеспечение выполнения такого принципа, как верховенство права. А согласно функции, которые полагается осуществлять в прокуратуре, это осуществление надзора на соблюдение угловно-предсоциального законодательства, как на досудебном следствии, так и на судебном следствии. Все эти функции и задачи прокурором прокуратуры города Одессы, Владленом Хосиком, не выполнялось. Здесь он именно использовал свои служебные полномочия, а именно власть, и служебное, злоупотребляя служебное положение, вопреки интересам службы, вопреки интересам третьих лиц, а именно тех лиц, которые сфальсифицировали данное уголовное дело, направили незаконное это дело на судебное слушание, и которые должны быть привлечены к уголовной ответственности за незаконное привлечение к уголовной ответственности, за незаконное задержание, за нарушение прав на защиту, за злоупотребление служебным положением вопреки интересам службы. Это все создается такая вот группировка, создается организованное преступное объединение, состоящее из сотрудников милиции, а именно дознание и следствие, прокурорского надзора и судебной власти, которое, извините, на сегодняшний день я не могу подтвердить ничем, потому что я не присутствовал на судебном процессе. Ну, просто из практики, которая поддерживает, именно становится на сторону обвинения и поддерживает эти преступления, фальсифицированные преступления на досудебном следствии. То есть получается, что все принципы организованного преступного объединения присущи правоохранительной системе и судебной власти. А именно, это принцип устойчивого иерархического объединения с четким распределением функций и с единой целью, это завладение чужого имущества. А у вас какое впечатление о предъявленных вам обвинениях? Чем они подтверждаются в деле? Имеются ли какие-либо доказательства вашей вины? Я считаю, что все материалы уголовного дела были искусственно созданы, и на это должен был обратить внимание, был обязан обратить и предотвратить все действия следствия прокурор Косик Владимирович, который не обратил внимания на все эти действия, которые проводила следствия. За все время я ни разу не привлекалась ни за какие нарушения, ни административные, ни правовые, ни разу не находилась ни в милиции, ни посещала ни в те или иные места. И вот после всего этого мне просит, прокурор просит мне пять лет лишения свободы. Мне нужно думать о будущем своего ребенка, а не находиться... Я впервые столкнулся с такими чудовищными проблемами и с такой безнаказанностью, и с таким беспределом, который происходит относительно милиции, прокуратуры, СОДИ и адвокатов, тем более адвокатов. Я вынужден был обратиться в организацию за всю Одессу, чтобы они откликнулись на мою проблему, которая уже длится много лет, и вмешались в нее, потому что я уже не видел другого выхода, потому что в данной ситуации здесь никакие документы, никакие доказательства, никаких аддатайств, они не имеют силы. Никакой. Кроме того, как испорченная бумага и больше ничего. Поэтому у меня только такая позиция оставаться честным, порядочным человеком. Я никогда не отступал, никогда не делал шаг назад, ни справа, ни влево. Я всегда шел по той дороге честного и справедливого человека, законопослушного. С правозащитной группой «Движение за все Одессу» была проведена общественная правовая экспертиза дела Александра и Надежды. Наши правозащитники установили те нарушения законодательства, которые были допущены в процессе следствия, до судебного следствия. Сегодня они уже нарушаются в суде. Но, тем не менее, у нас есть все-таки надежда, что единственный сейчас тот барьер, который стоит перед возможным совершением беспредела по отношению к этим молодым людям, это Киевский районный суд в лице председательствующего суда под процессом в суде Вадимом Иванчуковым, который будет 20 февраля рассматривать очередной раз слушать это дело. Хочу обратиться непосредственно к нему. Вы обязаны в соответствии со своим статусом судьи, в соответствии с присягой, которую вы давали народу Украины, объективно, независимо рассмотреть данное дело и принять правосудное решение. Вы должны доказать о том, что против этих молодых ребят, которые начинают свой жизненный суд, было совершено коррупционное деяние со стороны органов следствия прокуратуры города Одессы.